В Челябинской области места фашизму нет, так читают эксперты, выступившие накануне в пресс-центре издательского дома «Гранада Пресс». Тема пресс-конференции «Почему на Южном Урале нет фашизма» волнует их спикеров и журналистов. Особенно актуальна она оказалась на фоне событий на Украине и в дни празднования Великой Победы. В издательском доме «Гранада Пресс» в Челябинске состоялась пресс-конференция на тему «Почему на Южном Урале нет фашизма». Эксперты оценили возможность распространения фашистских идей в нашем регионе, в котором уже несколько столетий в мире и согласии живут вместе более 120 национальностей и народностей. Здесь работают 20 национально-культурных центров, которые ведут активную деятельность, направленную на укрепление дружбы народов. Свою позицию выразил и секретарь Челябинской епархии протеерей Игорь Шестаков. Как историк по образованию, он рассказал об особенностях современного фашизма. Фашистский режим не терпит конкуренции. Конкуренции какой? У маме должна владеть только одна идея. Идея превосходства народа, нации, страны и государства над всем остальным. Если говорить о сегодняшнем моменте, что прежде всего привлекает фашистские и национал-социалистические идеологии? Конечно, тот мистический флёр, которым окутано это всё, общаясь с разными категориями молодых людей, которые так или иначе испытали на себе некое обаяние, либо идей национал-социализма, либо идей фашизма. Я очень чётко эти понятия предлагаю разделить, потому что они смежны, но это не одно и то же. В основном привлекало прежде всего то, что это некий прорыв, это некое... Ведь мы знаем прекрасно, что одним из главных постулатов построения фашистского общества есть общество некой убер-идеи, сверхидеи. Что-то должно быть превыше всего. Причём это превыше всего национальные интересы. Фашизм — это идеология масс лишь только тогда, когда вброс его сопровождается очень мощной финансовой поддержкой. И если мы обратимся к истории, то мы можем увидеть, что опасность возникновения, как явления фашистских идей, или, может быть, это неофашистских, или профашистских, как угодно назовите, возникает именно тогда, когда питательная среда существует. И, к сожалению, мы сейчас находимся именно в такой полосе развития. Поэтому тема, поднятая здесь, тема достаточно актуальна.